Политонные виды получают меры господдержки отечественным сельхознадрозводителям. Мы работаем над тем, чтобы наша единая информационная система о земле сельхознадрозначения помогала нашим отечественным сельхознадрозводителям получить рекомендации по использованию своих земельных участков. Тем самым мы хотим сформировать так называемый эффективный вектор. Мы работаем над тем, чтобы создать систему прослеживости сельскохозяйственной продукции, так скажем, такой алгоритм от поля до прилавка или от поля до порта, чтобы мы, как потребители, с вами понимали, где была образована продукция, а поставщики и производители понимали, как производить, как хранить, как перевозить продукцию. И мы имели всю эту информацию, электронный вид, и могли прогнозировать и логистические цепочки, и тому подобную информацию. Ну и, конечно же, мы думаем над тем, где брать кадры для цифровой экономики, как и каким образом сформировать электронную базу знаний для наших сельхознадрозводителей, чтобы вооружить их тем инструментарем, который им поможет оптимально использовать свои ресурсы. Конечно же, сегодня на нашем группе в столе мы поговорим о цифровизации. Мы понимаем, что цифровизация пришла на смену автоматизации и информатизации. Сейчас мы понимаем, что уже от простого использования участвительной техники для автоматизации каких-то процессов мы говорим о создании экосистем, технологических сред, которые позволят нашим отечественным сельхознадрозводителям использовать те большие данные, которые нам копила отрасль, для оптимизации бизнес-процесса, для снижения сдержек, для того, чтобы найти новое направление повышения доходности бизнеса. И вот сегодня со своими коллегами мы как раз-таки обо всем об этом поговорим. И вот я сегодня уже целый период нахожусь на выставке. Кстати, организаторам большое спасибо, что вы включили в программу секцию, которая посвящена сельскому хозяйству, и как раз-таки я думаю, что это показательно. Мы говорили и о промышленности, и о цивилизации в госуслов, и, конечно же, не забываем сельское хозяйство. И вот я только что присутствовал на секции, где говорили о промышленном прорыве, и вот, наверное, так скажем, перекинул такой своеобразный мостик в дискуссии, которая там состоялась, и достаточно такая жаркая, водопорная. Поэтому я хотел бы сначала предоставить слово Зорину Александру Владимировичу, это директор региональной политики, а ну, цифровая экономика. Александр, так скажем, красноречиво выступал на этой площадке и доказывал необходимость региональных усилий в том, чтобы цифровизация полетела, чтобы цифровизация отдала эффект тем, кто в ней участвует, но в данном случае сельхозстаропроизводитель. Пожалуйста, Александр. Да, коллеги, день добрый. Действительно, мы же принимаем участие в работе сельскохозяйственной цифровизации промышленности. Знаете, наверное, в продолжении я хочу сказать, что приприятиях, которые сегодня не начнут заниматься внедрением современных цифровых технологий, подробных решений в свою деятельность, они запродукционны. Это касается и промышленности, это касается и сельскохозяйства. Это абсолютно точно, и действительно, и директор будет продолжена. С одной стороны, с другой стороны, если сегодня регионы не займутся проблемами цифровизации отрасли, в том числе безмышленности, в том числе сельского хозяйства, эти регионы не смогут обеспечить свой способ своих граждан. Тоже, абсолютно точно. Эти регионы не смогут создать необходимый более благополучие для своих граждан. смогут обеспечить необходимый уровень благосостояния смотря на другие абсолютно точно, абсолютно верно, на мой взгляд и сегодня уже говорит я почему-то задавал там ниже и сегодня, когда мы промышленности обсуждали мы говорили о неком целеполагании такое целеполагание должно быть таким мы должны создавать в итоге с вами конкурентоспособную экономику конкурентоспособная экономика конкурентоспособная к конкурентоспособной экономике так вы можете помочь? это смешно того роста а которого? хорошо как сказала наша организация прежде чем перейти непосредственно к сутевой части она цифровая экономика вы наверное знаете это организация, которая создана цифровой экономикой предыдущими российскими компаниями цифровой экономик в настоящее время в состав учредителей входит 21 организаций они представлены на слайде в том числе в прошлом году состав учредителей анон цифровая экономика вашего правительства Российской Федерации при этом анон цифровая экономика является неотъемлемым элементом системы управления национальной программой цифровая экономика которые полномочия компетенции определены соответствующим постановлениям правительства Российской Федерации в следующей части да ну и сказать что основная наша история она связана с тем что такое глобальное преобразование которое предстоит связано с цифровизацией их точно невозможно делать государству самостоятельно и его точно невозможно делать если отраслевой бизнес будет делать самостоятельно это огромная работа которую совместно скандинерно должны провести и строительские уровни власти в том числе местного управления и цифровой бизнес и таксировой бизнес безусловно наук только в этом случае не сможем обеспечить устойчивого развития и сможем добиться хороших результатов как сейчас как и в дальнейшем перспективе вот основная задача нашей организации это работа по регионально и при этом пойдет шансов и в регионах 3 трека работы первое это база кейсов подготовка кадров и цифровая подкачка регионов первым треком отвечаем людям запросы со стороны регионов какие решения нужны какие решения эффективны и решения дают новым собственным диалогом экономические социальные трек это запросы регионов собственно говоря на то что если мы говорим о стабилизации мы должны быть не готовы мы должны обладать необходимым новым знанием иметь и сегодня этот трек мы реализуем с нашими коллегами из РАНСХИКС реализуем с коллегами совоку вместе с с и третий трек это цифровая прокачка региона это трек когда мы вместе с экспертами представителями федеральных органов власти представителями цифрового окраслевого бизнеса мы приезжаем в регионы и пытаемся определить проблематику незакрытые решениями и приземляем существуют лучшие практики безусловно что сегодня когда мы говорим о цивилизации регионы тем не менее больше мы прежде всего везем это решение направлено на госпитальность и решение которое создать необходимые условия общей речи мы мы честно говоря по регионам выезжали мы делали для бизнеса делали это как раз как раз как раз так как раз это диспетч с ускорено университет цифровой технологии в экономике социальной сферы сферы университет университет сферы сферы которые будут разработаны на реализации дорожных технологий по текущей ahahaha это и и и и Решение, в том числе, в интернете интегрировано, решение, в том числе, заработано здесь, в службе ТАКСА, в Умной Фирме. Почему ты стрибовал по нему как-то? Во-первых, он сказал, что нужно повышать эффективность, повышать качество жизни граждан. Но нужно заниматься бизнесом, нужно давать, как показалось в институте промышленности, запросы от бизнеса, в том числе от промышленного бизнеса, я вижу такой же запросы от промышленного бизнеса, на лучшей практике решения он существовал, и его нужно закрывать. И тем самым обеспечиваем решение задачи по ускоренному внедрению цифровых технологий. Таким образом, мы решим задачу, ну, вы знаете, там одна из ключевых у нас национальных задач, попадание в топ-5 экономик мер. Это можно сделать только за счет того, что мы обеспечиваем сегодня в истоке города дефективности производительности, выход на новых рынков, рост компаний, доходов компаний, рост региональных продуктов. Только за счет этого можно сделать. Можете перечисовать? Вот еще раз остановиться на том, что по указу, ну, собственно говоря, сельских хозяйств это одно из приоритетных направлений, как промышленность, которые должны быть преобразованы за счет использования цифровой технологии и подформенных решений. Это конкретная задача, обозначенная нам, как сам президент. Когда мы запустили программу «Цифровая экономика», у них там шесть направлений. Вот эти направления в первом виде не было. И регионы, те коллеги наши, которые отвечают за цифровую, за программу «Цифровую экономику», они в этот момент не допускали. Он сейчас все уже как-то стоит. Мы действительно тут вот немного посвящаем вопросам и смыслам организации, а вот не с тем вопросом и сейчас решены. Но еще хочу сказать, собственно говоря, министра стихистов присутствует, нужно заниматься не только под шести базовыми направлениями, нужно заниматься посевовой повесткой, нужно заниматься сельским хозяйством, если сельское хозяйство для вас является приоритетным областью для конкретного региона. Что делать коллеги, пускай ведомственные проекты поддерживают, что хорошее направление к проданазу ГАДПРА, это эффективная деталь, контракты, аграр-экспорт, макбулит портал, проблемы логистики, решения для аргебризанса. За меня знали, коллеги о них рассказывают, когда вы презентали и рассказывали про ведомственные проекты. Я хочу сказать, что во всем этим направлениям нужны цифровые решения. У нас носителем знаний по нашему ингредиенту и партизализации является крупная российская компания, вот так она есть. С ними нужно сотрудничать. Безусловно, в ВОЗе, ВОЗ, который осуществляет демокридирующий политик, в котором есть еще правильное решение по цифре, с ними точно так же можно сотрудничать и бизнес, и цифровые работы. Причем здесь ключевой задачей является, действительно повышение производительности труда. Одна из ключевых наших задач. Если не повышенная производительность труда, мы не сделаем нашу народную способность. Это ключевая история, как касается госправлений, как касается рельефа, экономика производительности труда, и цифра дает стоку производительности труда. Ну, это как бы гипотция рельефа, церковьюная история на партизе. То есть люди, которые это сделали, но они получили явные хронические эффекты. Кстати, вот эти решения, эффекты, у них как в наших действиях тоже есть, можно зайти и посмотреть. Что мы видим со стороны региона, со стороны бизнеса, какие запросы. То есть они схожи с теми, которые, я говорю, выше. Это явный запрос на решение, какие нужно видеть, какие решения дают эффекты. Это явный запрос на финансирование, собственно говоря, там, ну, почему берем там АПК, вообще-то, отдельная история. На наш взгляд, нужно сегодня рассматривать инфинктивность, можно где-то отправить программу поддержки, программу агро-конечного конкурса, где должны, на нас взгляд, поддержка в дни тех цифровых решений должны быть перед этим. Второе, запрос на поддержку. Вот если запрос на поддержку, возможность цифровых отдачи, в котором мы делаем разрешение региона, мы видим эффективность, в которой наши работы с Пловским, которые в субботу прошедшие вернулись, у нас там, 15 решений мотографии у первых, решений, кто, когда будет закончен уже в 2015 году, и 20, которые остаются в вторую очередь. То есть, ну, мы действительно погружаем решения на место. Естественно, на самом деле цифровые оплаты, какие подобные оплаты должны быть в отношении реальной предприятии. Реально показать, как было, как стало, как было тот цифровой цивилизации, что стало после инфинктивности, какие эффекты получили, и какие решения, тогда в последний день им нужно теперь. Вот на мой взгляд сегодня вот такие механизмы, мы можем думать, есть какие-то на родосы, и запрос, конечно, на КАК. Если мы говорим сегодня о выпуске, то операторы, собственно говоря, должны быть операторы, которые, собственно говоря, Мы покажем по всем другим направлениям. При этом мы предлагаем объединить наши ресурсы. Мы предлагаем объединить наши ресурсы. Мы готовы в эту работу включиться в рамках временных рабочих других органов по управлению. Мы готовы давать технологии, готовы давать кейсы, готовы давать решения. Готовы участвовать в программе подготовки экскадров, в том числе в треклобазе РАНХИКС. И предложение вместе проекта, которые сегодня обозначены преданностью проекту. Умный сад, умная сфера, умная теплика у нас до 25 в месяц. У цифрового бизнеса, у цифрового бизнеса, так далее. Коллеги, я все, Сергей, пожалуйста. Александр, я правильно понимаю, и, кстати, отдельное спасибо вам. Мы с первыми дней нас поддерживаете. Прошли вместе много общих мероприятий. В том числе и точка кипения и защиты от всевозможных советов. И вот то предложение, которое сейчас прозвучало, у нас сейчас такое видение есть, что должны быть отдельные пилотные регионы, и будут как раз таки бизнесные проекты получать прокачку. Вы готовы? Да, мы закручиваем, да. Тогда от вашего вступления к беспилотным, наверное, аттракторам и комбайнерам, я, наверное, хотел бы предоставить, чтобы продолжить эту точку развития этой мысли, представителю Россельмаша. Это Дубинин Андрей Николаевич, управляющий товарной группой точного земледелия КК «Россельмаш». Пожалуйста, я надеюсь, вы вам расскажете, куда сейчас движется Россельмаш, какие разработки являются премидентными, что вам ожидать от Россельмаша. Интегрироваться ли ваши разработки с другими разработками, которые есть сейчас у других партнеров, в том числе коммунациях или кого-то других, да, кто на рынок выходит, есть аналогичные предложения. Пожалуйста. Спасибо. Кратце хотелось бы рассказать... Надеюсь, ты хорошо слышал, да? Кратце хотелось бы рассказать, почему мы пришли к тому, что необходимо объявлять именно... ... ...